Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня очень красивый двусторонний узор. Видите, это изнанка, это лицевая сторона, обе стороны имеют место быть. Этот узор, который прекрасно подходит, что для начинающих, чтобы изучить технику вязания в общем. То есть азы освоить, после азов двигаться будет дальше и вперед. Это как кирпичики в забор заложить внизу в основание. Ровно, тогда и забор ровный будет, и здание. Что для медитации? Этот узор хорош в средней нитке, вот в такой крупной, как я вяжу, достаточно крупная нитка. Я вяжу на девяточке спицах. Можно и мельче брать, но совсем тонкая, не будет так играть, как средняя или толстая нитка. Этот узор прекрасен для очень быстрых работ. Вам нужно быстро связать свитер, очень быстро связать пальто, очень быстро связать плед, подарок, что-то вот такое. И это вас спасет, потому что времени это совершенно не занимает при крупной нитке и этой вязке. Плюс узоры прекрасно, вот этот узор подходит для медитации. Для того, чтобы связать этот узор, вам нужно набрать по крайней мере 6 петель. Это раппорт. И провязать вверх вам нужно для красоты и симметрии 6 рядов. Клеточки пустые лицевые, клеточки с черточкой изнаночные. По краям изделия они не относятся к рисунку, а если наносятся к изделию, изделие у нас образец кромочный, а не крестиками. Рекомендую вязать. Если не вяжете, приучайте себя. Итак, самый первый ряд, самый первый ряд мы провязываем кромочная и все лицевые. Так, кромочную сняла и пошла вязать лицевыми. Как вязать лицевые, как вязать изнаночные, как вязать какие-то сложные петли, переплетение, перекрещивание и прочее, прочее. Пожалуйста, взгляните в мой плейлист «Условные обозначения». Он постоянно пополняется. То есть, если я вижу, что у меня какая-то петля прибыла, которую я раньше не использовала в уроках для вас, я делаю отдельный урок об этой петле. Я рассказываю о ней не только показываю впритык, но еще и рассказываю обо всех особенностях этих петель. Изнаночный ряд. Рекомендую использовать линейку, потому что, когда прикладываешь, ты не теряешься, где ты находишь. Так, у меня получается одна изнаночная, две лицевых. Это раппорт. Одна изнаночная, две лицевых и три изнаночных. Раз, два, три. Не забывайте, что вот он раппорт, без первой петельки. Повторяем еще раз. Одна изнаночная, две лицевых, три изнаночных. Раз, два, три. Кромочная, кромочная. Всегда провязываю изнаночная. О кромочных у меня есть куча видео. О двойных, об одинарных, о каких хотите. Это очень важно. Не относитесь к ним легкомысленно. Третий ряд полностью повторяет второй визуально. То есть мы его как бы надстраиваем над вторым. Вот что мы видим в узоре. Такую петлю мы и провязываем. А мы, так, сейчас я вам покажу. Мы видели, вот он раппорт. Три лицевых, две изнаночные, одна лицевая. Давайте еще раз. Раз лицевая, два лицевая, три лицевая, две изнаночных. Раз, два. Да что же у меня слоятся сегодня нитки целый день. Просто беда-беда. Причем все слоятся. Одна лицевая, кромочная. Так, дальше переходим к четвертому ряду. Он полностью лицевой, с лицевой стороны. Мы его вяжем с изнанки. Значит, чтобы с лицевой он выглядел лицевыми петлями, с изнанки мы весь ряд вяжем и изнаночными. Так, кромочная, изнаночная. Так что не пренебрегайте к тому, не пренебрегайте тем, что надо сначала пристально рассмотреть, какие типы петель бывают, лицевых и изнаночных хотя бы. И тогда вы решите, что вам ближе, что вам надо. Именно, что вам надо в определенной ситуации для провязки определенных ниток, определенными спицами определенного изделия. Кромочная. Так. Как они стучат, спицы длинные. Пятый ряд. Мы вяжем 2 изнаночных, 4 лицевых. Это и весь раппорт. Так, как всегда, кромочная. 2 изнаночные. Раз. Два. 4 лицевых. Раз. Два. Три. Четыре. Кромочная. Вот он, раппорт. Без первой кромочной. Еще раз. Две изнаночных. Раз. Два. Четыре лицевых. Раз. Два. Три. Четыре. Кромочная. Так. Шестой ряд. Повторяем. Он такой же по красоте, как и пятый. То есть, все очень-очень просто. Что видим, то и вяжем. Видим изнаночную, вяжем изнаночную. Четыре изнаночных. Две лицевых. Значит, длинная спица стучит по столу. Я извиняюсь. Я надеюсь, она не очень бьет по ушам. Раз. Два. Три. Четыре изнаночных. Две лицевых. Кромочная. Да что ж ты так стучишь. Вот такие тяжелые спицы. Так. Давайте посмотрим, как это выглядит в полотне. В полотне. В полотне это выглядит вот так красиво. Смотрите. Просто замечательно. Согласитесь. Очень-очень быстро вяжется. Смотрите. Мы вот такой кусок. Вот такой вот кусок. Вот этот вот кусок. Два рапорта толстыми нитками связали. Ну, за сколько? Буквально за пять минут. То есть, если вам нужно срочно что-то связать, не портить зрение. Вы торопитесь. Вы ночью даже должны вязать. Вот взяли такой узор и связали. И лицевая красиво, и изнаночная красиво можно использовать. И с той стороны очень быстро вяжется. И начинающим хорошо поучиться на этом узоре. И торопышкам хорошо, если кто опаздывает, что-то надо подарить связать. Или вот приспичило с утра, хочу новый наряд. И те, кто медитирует. Так что рекомендую. Ну что, мои дорогие друзья. А вот так вот все просто. Спасибо за ваше внимание. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok